здравствуйте на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос когда молитва становится сильной из вопроса можно уже сделать определенный вывод есть сильные молитвы есть слабые молитвы но как оценить какая молитва сильная какая слабая я думаю что большей степени это субъективная оценка человека человеку в какой-то момент кажется что для него важно исполнение какого-то желания и он молится богу и просит господи вот мне это важно сделать так чтобы у меня была машина или сделать так чтобы я сдал вступительный экзамен но наше субъективное отношение к событиям к нашей жизни не всегда для нас полезно вот человек у которого не было машины и он аккуратно ходил по тротуару пешком а потом он какой-то момент приобрел машину и машину хорошую быструю и вдруг он попадает в аварию и вот то что ему казалось целью жизни дальше становится для него наоборот проблемой он лежит больнице с переломанной ногой нет уже не машины нет и здоровья и вот часто так бывает что мы чего-то хотим и для этого нам нужны сильные молитвы а ведь самая сильная молитва самая главная молитва которую дал нам сам господь молитва очень наш в ней есть такие слова да будет воля твоя говорим мы богу то есть если мы доверяем богу если мы верим в то что он наш любящий отец то как бы мы не молились как бы мы не обращались господь обязательно услышит нашу молитву и даст нам то что для нас будет полезно их в этом и будет сила нашей молитвы а еще в священном писании псалмопевца давида есть такие слова сердце сокрушенно и смиренно бог не уничижит то есть оказывается что самая сильная молитва у человека смиренного у человека осознающего что он не может ничего сделать без бога поэтому самое главное чтобы мы молились со смирением чтобы мы помнили что господь знает о том что нам необходимо и поэтому наша самая сильная молитва это благодарность богу помните слова которые говорил иоанн сватауст слава богу за все вот когда мы произносим эти слова тем самым мы произносим самую сильную молитву внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео